Перед зданием магазина в деревне Липуны многолюдно. Это не сборы жителей, селяне пришли бороться с будущими болезнями. Прививки против гриппа делать. Как положено, занимает очередь и степенно ждут. Есть в Липунах и такие, кто постоянно делает прививку от гриппа. Я, можно сказать, тьфу-тьфу, не болею. И таких в каждой деревне немало. 12 дней подряд Пельшерско-Акушерский пункт будет курсировать по населенным пунктам. На сезонной вакцинации против гриппа, на автобусе, на мобильном, который мы очень рады. Мы работаем уже, Пельшера работаем в течение года. Нам нравится. Население нравится тоже. Вакцинация по-прежнему остается добровольной. Однако, как показывает статистика, вирусы осенью и весной затрагивают каждого второго ребенка и каждого пятого взрослого. Всемирная организация здравоохранения говорит, что прививка является самым эффективным способом профилактики. В группе риска малыши, беременные, люди с хроническими заболеваниями органов дыхания, с нарушением обмена веществ, пожилые. Именно им вакцина, как настаивают медики, необходима. Ведь у гриппа не столько сама болезнь страшна, сколько последствий от него. Эпидемиологи учитывают и то, что ежегодно вирус мутирует. Поэтому важно определять, какой штамм будет циркулировать в этом сезоне. Сейчас ставят в себе грипп. Селянам удобно и то, что за вакциной не надо ехать в город. По мере давления у нас, температуру. У нас транспорт сократили, так, конечно, удобно. Потому что вот не ходи, ни в Лысков не ходи. И не на чем. Автобусы не ходят. Автобус ходит два раза. На 7-10 и на 2 часа. А как ей поедешь? Никак. На местное расписание автобусов жители Липунов жаловали столько же, сколько хвалили приехавшие в фельдшерско-кушерский пункт. Мария Васильева, Анатолий Крылов, Максим Родионов. Специально для «Время новостей». Анатолий Крылов, Максим Родионов.